Приветствую всех любителей вышивки! Я сегодня к вам с отчетом по своему проекту Белый тигр от Империи Бисера. Вышивала я его неделю, но не 7 дней, а получается где-то 5 дней, потому что в субботу и понедельник в прошлом мне не получилось его вышивать. По определенным обстоятельствам хотела выложить отчет вчера, но тоже не получилось. Так что вот сегодня, вторник, 23 сентября, я предоставляю вам свой отчет. Ничего в организации моей работы не изменилось. Все так же вышиваю на руках вот по такой склеенной схеме, точнее часть я вышивала вот по такой склеенной схеме, рядами. В рядах у меня 330 бусинок. И вышив один день один ряд, второй день где-то два ряда. Было грустно, скучно, так как результат практически не нарисовывался, там не видно его два ряда, вышиваешь, вроде бы это 600 бусинок, а результаты, картинки не появляются. И я решила себя развлечь и стала вышивать вот так квадратами более-менее. Сначала по 6 квадратов ряды все вышила, потом еще по 6 квадратов ряды вышила, потом взяла вообще вот листы отдельно, вот такие, которые не склеены, ничего, и стала вышивать вот по таким рядам, чтобы хотя бы мне хотелось увидеть рисунок, какой будет, потому что у меня было ощущение, что вот когда вышиваешь близко очень глазам, вышивка, и такое ощущение, вот что я вышиваю абстракцию, особенно вот когда вот здесь вышивала, у меня полное ощущение было, что вышиваю, ну что-то, нечто такое абстрактное, и уже у меня руки начали, как говорится, опускаться, и не хотелось вышивать, и тогда я вот решила вышивать по отдельным листам, и у меня стал нарисовываться сразу вот, вроде как хвостик, а вот в этом участке я вышиваю, и понять не могу, ну что же я такого вышиваю, вроде лапа должна быть, ну как-то она у меня что-то где-то не получается, непонятно что, полоски вроде есть, а что и как, это непонятно, вот, и тогда я взяла, сделала вот такой маневр, я взяла и отдалила от себя вышивку, вот так, и сразу появился какой-то рисунок, что-то появилось, конечно, этот рисунок лишь отдаленно напоминает заявленный производителем, для сравнения я сейчас положу вам, покажу, вот пожалуйста, посмотрите, как выглядит тигр, на заявленном рисунке от производителя, те, кто смотрит этот отчет впервые, сразу хочу сказать, что я в курсе, что цветовая гамма совершенно не соответствует заявленной картинке, что рисунок будет в других тонах, таких, я бы сказала, ближе к сепии, какие-то тона у этого тигра, у этого рисунка, но я решила все же вышивать и посмотреть, что в итоге получится из этой истории, отшитую работу я нашла в интернете всего лишь одну, но решила не расстраиваться, надо сказать, что родные меня поддерживают, им нравится, как получается, они всегда говорят мне, что да, все хорошо получается, рисунок видно, и когда вот я сравнила, то есть можем так поближе положить, пожалуйста, чтобы, то есть видно, да, что это у нас, как бы задняя лапа, утопающая в снегу, вот она, вот этот участок, оказывается, я и вышила, вместе с хвостом, была крайне удивлена, когда наконец-то, да, появился рисунок, потому что, когда близко, как говорится, к лицу, то вообще было непонятно, что я вышиваю, сказать, что я совсем не расстраиваюсь по этому поводу, тоже не могу, но я для себя решила так, не гнать с этой работы, вышивать время от времени, совсем бросать мне ее не хочется, по той простой причине, что, скажу вам по секрету, очень дорого обошелся мне этот набор, он стоит сам по себе недешево, еще я попала в неудачный интернет-магазин, который у меня за пересылок 500 рублей запросил, а наложенным платежом я еще 500 рублей заплатила, за то, чтобы перевод отправить, так что сумма получилась кругленькая, и честно говоря, мне вот такие деньги бросать, чтобы это просто валялось, не хочется, получается не совсем уж так безнадежно, я уже привыкла к тому, что у меня цветовая гамма будет совершенно другая, на этой картине, давайте поближе покажу бисер, он конечно сверкает, переливается, вот здесь он у меня еще в первых рядах немножко прыгает, вот здесь уже ровно ложится, попробую показать поближе, здесь уже более-менее ровно, хорошо ложится, на этой работе я тренируюсь, можно сказать, вышивать на руках, работу без нанесенного рисунка, просто на чистой конве, и на рыхлой, у меня в задумках плане есть замечательная схема, будем называть, Виктория Токарева, авторская схема, пума, поэтому я, и там рекомендуется тоже рыхлая конва, поэтому можно сказать, я на этой работе учусь, тренируюсь, то, что бисер немножко прыгает, я совсем не переживаю, по той простой причине, что я уже попробовала на подложку натянуть немножечко и положить стекло, и должна сказать, что в принципе хорошо получается, все, весь бисер выравнивается, вот такого размера будет работа, огромного, напомню, что в ширину она 60 сантиметров, а высоту, вот высоту я что-то не помню, вот, 38, да, что-то около 40, высоту будет 38 сантиметров, ну и в общем, я так вышиваю, так называемую, картину бисером, в сепии, вот такой итог, не знаю, когда я вернусь, когда у меня вновь вдохновение, нагрянет, по поводу этой картины, но потихонечку буду вышивать ее, потихонечку продвигаться, забрасывать, пока все-таки я не намерена, ну, у меня все, хочу пожелать вам удачных отшивов, чтобы вы не совершали таких ошибок, как в данном случае совершила я, потому что все-таки я убедилась, что вышиваю я прогон в чистом виде, ну, куча у меня претензий к этому производителю, но вот пока не буду отказываться от этой работы, может быть, кто-то увидит мое видео, подумает, стоит ли ему покупать наборы, дорогущие, кстати, наборы, этой фирмы, а может, кому-то понравится, что именно в такой цветовой гамме, наоборот, кто-то захочет, ну, в общем, желаю всем я ровных бисеринок, легких, быстрых крестиков, надеюсь, что вам было интересно, спасибо вам заранее за комментарии, которые вы оставляете под видео, они очень вдохновляют, вдохновляют на дальнейшую работу, вдохновляют на то, чтобы не забросить какой-то проект, а вышивать, всем спасибо за просмотр, пока-пока!